Все спортсмены регулярно сдают тесты на ковид, а на входе в крытый спортивный комплекс дезинфицируют руки и измеряют температуру. Фехтовальщик Кирилл Бородичев до пандемии коронавируса был на пике подготовки к участию в Олимпийских играх. Но вирус внес свои коррективы в планы. Кирилл говорит, ему еще повезло, он живет в частном секторе, поэтому мог тренироваться у себя во дворе. Кроме того, поддерживал спортивную форму вместе с коллегами через трансляции по Zoom и ждал момента, когда уже можно будет пофехтовать с партнером. Тренер по фехтованию Элина Орлова говорит, поддерживать в форме спортсменов в режиме онлайн непросто. Поэтому очные тренировки, как глоток свежего воздуха. Фехтование – парный вид спорта, одному выпады не отработать. Сейчас спортсмены готовятся к сбору сборной страны по фехтованию, который запланирован на 1 июля. Это выход для тех, кто не может вообще тренироваться, собственно, сейчас в связи с этой пандемией. Конечно, онлайн – это выход, но их, конечно, эти тренировки никак по эффективности нельзя сравнить с вот такими очными тренировками. Тем более нашего вида спорта, он у нас контактный. Это единоборство. Тут без противника очень трудно работать. Заниматься спортом в залах могут только игроки сборных команд Самарской области и Российской Федерации, которые проходят подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства, а также профессиональных клубов. В связи с решением РФС начинаются игры регулярного чемпионата по футболу. 19-го состоится первая игра «Крылья Советов». И, если обратили внимание, разрешены в том числе профессиональные соревнования. Сразу хочу обратить внимание, никакие общественные массовые спортивные соревнования и физкультурные мероприятия не разрешены. То есть мы говорим здесь конкретно про «Крылья Советов». Ждем болельщиков на первой игре с ограничением и с соблюдением требований у вас проспотребнадзора. Поддерживать себя в форме могут не только спортсмены, но и простые жители Самары. И им разрешено тренироваться только на свежем воздухе. Елена Малютина, События.